Я учусь в Сержае, то есть это Центр экономических исследований, доктором Павел и Карлом Ферриоситете, объединённый с Экономическим Институтом Академии Наук Чешской Республики. То есть он был основан в 1991 году. Институт специализируется именно на экономике, то есть там и магистратура, там и лекторатура. И поэтому сейчас я учусь на PHD по экономике. На пятом курсе, то есть это фактически последний курс, потому что первые два года это магистратура, и следующие три года это PHD учусь. Да, такое возможно, то есть по желанию студента можно как-то учиться, поучить имейт. Сам университет, вот он даёт американское образование, то есть по американским стандартам, он аккредитован не очень санкт-партаментом образования. Поэтому на фоне других европейских университетов, дающих PHD, то есть, конечно, он не первый. То есть это в регионе именно Центральной и Восточной Европы. Обучение полностью с университетом. Обучение бесплатное, то есть даже наоборот платится стипендия. То есть финансируется разными спонсорами, например, американскими. То есть, допустим, у меня финансирует City Group Foundation, то есть уже пятый год получается. Но это сам университет, он находит спонсоров в Америке, частные какие-то фонды и так далее, то есть это не головная профстудия. Стипендия, в принципе, она варьируется в зависимости от курса, в зависимости от успеваемости студента, то есть от 500 до 1000. Это обязательно никаких нет ни перед университетом, ни перед тем спонсором, который за тебя плачет. Собираешь пакет документов и направляешь его до 28 февраля каждого года почтой и онлайн. Третье, когда ты делаешь на локейшн, делаешь, туда входят, ну понятно, CV, да, motivation letter, две рекомендации, все транскрипты своих дипломов, переведенные, нотариант заверенные. То есть, ну то есть, сам факт, что этот срок не для онлайн, а для того, чтобы именно почтой пришел вот этот весь этот пакет. Вот, и этот пакет рассматривается, и где-то в середине марта приходит там имейл тебе, прошел ты или нет. И если прошел, то с июня, середины июня начинается подготовительный семестр в течение трех месяцев. Доходишь, сдаешь промежуточный экзамен и финальный экзамен после подготовительных курсов. И на основе этих экзаменов объявляет шоу или ты на основную программу. Обготовительные курсы проходят в КРАГЕ. Опять же, в тот же пакет документов, то есть в ТОЭФЛЕ подчеркну, что не нужен экзамен. Все бесплатно, да, то есть даже вплоть до того, что визу и так далее могут возместить тоже. То есть если сохраняешь чеки, приносишь эти чеки, то есть тебе плачут и дорогу, и визу, и все есть. Ну, абсолютно ничего не может. Я бы сказала, они все-таки смотрят, технически ли подкован человек. То есть если у него первое название тематическое, то это, наверное, обойдет достаточно. Потому что, особенно первосеместо, он сильно тематизирован и тяжело экономистам пропустить первосеместо. Если же это на PHD учебу, то там нужно быть магистром учебы, да, то есть либо его приорит. В исключительных случаях, конечно, принимаем после бакалавра, но это очень редко. Шансы, конечно, огромные, потому что все равно у них есть политика диверсификации, да. Желательно, чтобы Центральная Азия была полностью представлена. Это университет. У нас же, то есть, очень из Казахстана. Поэтому, конечно, если кто-то из Казахстана приедет, будет только зеленый свет. И реально шансы есть, потому что, в принципе, университет, он для этого и создан, да, для таких постсоветских стран, для их обучающих. Потом у нас, в принципе, молодежь сильная, да, в плане и математического, и техническом плане, и так далее. То есть, реально не может быть. Закончила я АГУ, финансово-экономический факультет. На последнем курсе подавала на конкурс именной стипендии Национального банка, где после чего предоставилась возможность пройти предъявленную практику в Национальном банке в департаменте исследования статистики, то есть, я прошла эту практику на последнем курсе, и потом подавала к ним туда на работу. Три года проработала в этом департаменте, потом поехала в Токио учиться в магистратуру за счет МВФ и АМИО. То есть, эта программа была для послужащих. Вернувшись, перешла в департамент финансовой стабильности, проработала там два года, и потом решила, что нужно дальше учиться. Да, вы начнете сюда учиться. Ну, состав студентов, в основном, я бы сказала, все-таки из стран СНГ. То есть, да, это русскоязычные. Есть, конечно, из других, то есть это из Германии, из африканских стран, из Америки был один год, должен уехать, то есть после, как говорится, Германии. То есть, центральная, восточная Европа, то есть область. Из развитых стран прямо мало. Помимо учебы есть ассистер же, да, либо ты teaching assistant, либо ты research assistant. есть еще третий административ ассистер. То есть, если ты research assistant, то, конечно, ты тогда помогаешь профессору. То есть, у него, допустим, либо у него есть свой какой-то грант, какой-то проект, и он тебя подключает, и вы вместе работаете на этом. Либо ты подаешь куда-то и получаешь свой грант, и будешь вместе с профессором, вместе работаете вот этим. То есть, это и есть research assistantship, да, за что, в принципе, тебе платится, и официально это все упоминяется, что ты работаешь над таким-то грантами, с таким-то профессором. То есть, да, это есть. Другое дело, что не всегда может быть эти гранты и так далее, с соприкасательствами и диссертацией, то есть, это отнимает время. То есть, если ты работаешь на профессор, делаешь так, ну, может быть, так далее, то есть... Хотя, конечно, можно подавать на гранты именно тема, которая чисто в твоей диссертации, да. То есть, тогда, да, вязать, куда ты будешь. На четвертом, наверное, курсе, когда уже непосредственно пишешь свою диссертацию, то можешь на семестр, то и на два поехать в любой университет Америки либо в Западной Европе. То есть, с каким-то профессором пусть тебе нужно предварительно со мной списаться, договориться, заинтересовать своей темой, что он тебя принимает под свое руководство, и ты не едешь. Это называется Student Mobility, и все это оплачивается, и проживание, и дорога, и так далее. То есть, семестр, когда ты с этим профессором работаешь. И многие студенты вот едут в очень токовый университет, в то же Гарвард, М.А.И.Т., Принстон, Стэнфорд. Это каждый сам студент, то есть, находит. В этом году мне предоставилась вот возможность и шанс, наверное, пройти вот эту летнюю стажировку в МВФ, то есть, мне кажется, в самой лучшей натории, в исследовательском департаменте МВФ в течение трех месяцев. Во-первых, я не ожидала, реально, что пройду и так далее, потому что, ну мало ли, там, ну, обучение, то есть МВФ, это, в принципе, топовая организация, и мечта, наверное, любого экономиста, да? То есть, попасть туда и там работать. Администрация мне там очень понравилась. То есть, очень русские люди, и постоянно, допустим, и за обедом, и какие-то кофе-брейки, я там постоянно уже с ними очень open, да, все, и со всеми можно разговаривать. То есть, мне там предоставилась возможность свою же статью презентовать, да, в рамках этого отдела, там, в экспортах, допустим. Они выслышали, дали свои комментарии и так далее. То есть, это вот не только работать и делать их проект. То есть, в течение месяца можно было завершить проект, то есть, которые они тебе касали, да, то есть, за это тебе платят. То есть, можно было и со своим следователем их познакомить. Они, в принципе, были за это только за, чтобы презентовать свою какую-то статью тогда. И поэтому, то есть, это реальный шанс, да. Тем более, казахстанцев на ней берут с удовольствием. Там очень мало, в общем, представителей из Казахстана работающих. То есть, где-то человек 4 или 5, наверное, по всему МВФ из Казахстана. И поэтому они только за, вот если казахстанец, закончивший, имеющий подожди, то есть, реально нужно в этом власти работать. Но, я думаю, в любой, наверное, учебной организации, не только МВФ, это и Всемирный банк, и наш Всемирная торговая организация, да, это тот же ООН, когда они построены. Но, все равно, у них там есть вот эта дайверсит в полосе, где они хотят, чтобы все страны были на этот танк. Поэтому у нас реально есть возможность. Если, как бы, стипендий особо не хватает, то можно делать research assistant или teach assistant. То есть, да, это оплачивается. То есть, не надо искать на стороне какой-то университета. Можешь прямо в этом же университете, преподавать и читать тексты, а ты ведешь семинарские занятия. Ты проверяешь домашние задания, ты там присутствующий на экзамен и так далее. То есть, это ты как teach assistant, это оплачивается. То есть, реально, да. У нас многие учатся и вот так подрубают. У меня вообще два любимых предмета, да. Эконометрика и макроэконометрика. И я всегда знала, что эти два предмета мне нужно как-то дальше развивать, побольше узнавать. Я чувствую, что я слабая по тех предметах, но мне они безумно нравятся. И, наверное, поэтому я сюда вслед шеподолажку, потому что, в принципе, здесь эти предметы на уровне подаются и мне нравятся, как даются, да. И, в принципе, то, что вот у меня ансертация, она, допустим, полностью макрофрагнина. То есть, я много узнала для себя. То, что я была в Казахстане и никуда бы не узнала. То есть, даже будучи, там, доктором в Казахстане, вряд ли не такого самого отдела. Потому что, в принципе, я довольна. Ну, и в экономических, конечно, тоже. Многие работают в МВИ, кстати. Да, человек, примерно, 5-6, наверное, закончившиеся же работают. Ну, в основном, они уходят, конечно, в академическую сферу. То есть, это университеты, да. То есть, и есть в американских университетах, там, про работу, да. Ну, и в западном городе украшенных университетах. И у нас идут консалтинговые сферы, да. То есть, там, агензы, там, допустим какие-то, да, бизнес-порядки. Есть синглогенства Standard & Coors, Moody's. Ну, в Чехии все равно, если есть желание остаться и здесь раньше работать, нужно знать чешский. То есть, изначально нужно было тогда изучать, как бы, чешский язык. Да. Ну, опять же, если говорить, допустим, вот с очень тренингом знаменем банка, да, так, вот в нацбанке теперь, если возможно, с чешского национального банка, вот это. Опять же, я бы не сказала, что прямо, есть это возможность. Потому что, в принципе, у них по трудовольнику, кодексу, так далее, они принимают на работу по гражданам Европейского Союза. То есть, вот это гражданство, да, национального банка. Но это не говорит о том, что вот студенты, многие, допустим, с Беларуси, с Украины, да, они, закончившись тогда, не находят работы в плане. Остаются они с Фрэнбурги в Чехии, или где-то еще. То есть, при желании можно с Фрэнбурги в Чехии. Но, опять же, лучше, конечно, изучать, когда чешский самый большой. То есть, да, что я вернусь в Казахстан на долгосрочной перспективе, и все это применится, то есть, нужно будет до страны. Очень красивый город, нравится, да, погода, то есть, очень мягкий климат, зима, то есть, практически. Редко бывает снег, на самом деле. То есть, да, вот, прошлый зимный, да, он был, но его мало. То есть, в этом плане, может быть, и не совсем хорошо, но не будет без снега, да. Но Крым – это очень теплый, мягкий. Транспорт очень развит. То есть, все всегда вовремя, минута в минуту, и трамвай, и метро, и автобус, и все. То есть, в этом плане есть проблемы. Медицинское обслуживание, есть медицинская страховка, то есть, все это как подскладно, то есть, никаких очередей, ничего, то есть, больницы очень-таки развитые. Есть автобус, который напрямую идет от аэропорта до метро, остановки метро, и все, и раз ты уже туда попал, уже сориентируешься, как там по метро доехать. Я, честно скажу, не изучала чешский. Потому что, в принципе, все говорят здесь на английском. Ну, стипендия, да, я, допустим, так скажу. Стипендия, если, допустим, одиннадцать тысяч крон, а крона, это восемь деньги, скажем так, то из одиннадцати тысяч, где-то четыре тысячи уходят за общаку. А остальные в субботе, то есть, тридцать пять процентов за общаку получается. Ну, опять же, как ты сам свой бюджет распределишь? То есть, понятно, понятно, что нужно самому тогда готовить, да, это будет решено, то есть каждый раз обедать где-то посторонние, потому что не получится. Можно ходить в студенческие столовые, где очень дешево, и первый, и второй, и третий, просто студенческое питание. Плюс, там, в кино, если пойти, там, или, то есть, билеты купить, да, на автобус или на самолет, да, куда-то хочешь выехать и так далее, конечно, студенческие скидки не есть. Да, приезжали в прошлом году, приезжали родители, сестра, замяняки. В общаге есть комнаты для гостей, да, которые, в принципе, будут подешевле, чем в любом другом отеле. Да, конечно, есть возможность у вас остаться. Я не знаю, наверное, всегда, вот, хорошо, там, для тебя нет, да, и все равно уж все равно стоит, наверное, ошибка. Учитывая, что я все в Казахстане училась, да, по клавриатам. Не знаю, я бы, наверное, порекомендовала себе по клавриатам, сразу запрошу. То есть, после школы, наверное, тут потом запрошу. Другое дело, что, может быть, ты за четыре года, вообще потом отвыкнешь от своей страны, и вообще не захочешь потом и вращаться, да. То есть, ну, опять же, от человека зависим, просто. Если патриот душе, он всегда вернется. Вот. Ну, а также, в принципе, даже школьники же ездят, там, в каком, седьмом-девятом классе, да, обменные программы, на сколько обучаются языку. То есть, почему бы и нет в таком молодом возрасте. Другое дело, что, конечно, не нужно бояться, да, искать его еще маленький, так, по знакомому, но то, что город, как бы, другая страна, да. В принципе, это такой плюс по другому подростку. Все равно считаю, что человек должен развиваться. То есть, не надо постоянно совершенствоваться, как самостоятельно, стоять на своем месте. То есть, да, где-то, может быть, у нас не всегда есть возможность устроиться на работу по своему желанию, да. Но, опять же, это, наверное, период такой переходный, скажем так, да. Все равно, в долгосрочном плане, да. Человеческий капитал, знание – это, наверное, пожалуй, основное богатство любого человека. То есть, это далеко не недвижимость машины, там, деньги и так далее. То есть, в первую очередь, я считаю, что знание – это богатство человеку. Потому что оно не амортизируется, оно вечно. Это всегда при тебе, да. То есть, всегда ты это можешь продать за очень высокую цену, если оно действительно качественно нельзя, да. То есть, и поэтому, я считаю, что в долгосрочном плане в любой, наверное, стране знания будут цениться. И знающий, профессиональный человек, он все равно получит в конечном счете нужную новую работу. Тем более, что, ну, люди, которые учатся за рубежом, уже посмотрев другой мир и так далее, у них более, наверное, развитые патриотические чувства и желание вернуться. И плюс из-за того, что у нас развивающая страна, у нас больше возможностей внедрить какие-то реформы, да, именно идеи реализовать. То есть, реально, я считаю, нужно, я считаю, возвращаться и делать что-то в свое строительство. У нас многие девушки, у них, наверное, такой менталитет, как живут одной лишь мечтой, да, выйти замуж, и детей, и все, и на эту точку. То есть, понятно, семья – это нужно, это НКПА, что дети – это вообще смысл своей жизни. Но я считаю, что не нужно этим ограничиваться. Не нужно. Нужно. То есть, нужно постоянно как-то совершенствоваться, постоянно развиваться, да, то есть, если там, допустим, замужем, да, если семья, то есть, мужчина должен сидеть дома, там, да, вместе, вы можете вот так обучаться еще вместе, куда-то выезжать, да. То есть, не останавливаться, не думать, что вот это все, время сидеть и как бы… И вообще, я считаю, что вот девушки казахские, казахстан, то есть, очень такие… Во-первых, тройлюбивые, выносливые, самые, пожалуй, наверное, способные. То есть, если они хотят чего-то, они, в принципе, достигнут. То есть, мое желание, удовольствие. И для всего этого. Очень счастливое. Могу. Всем пока. Давайте. Продолжение следует...